Привет! Это подкаст «Скандинавия Клаб». В нем мы будем говорить про кино, музыку и современную культуру Северной Европы, задевая по касательно иногда и другие страны и континенты. Меня зовут Андрей Хигай, и первый выпуск этого подкаста будет посвящен кино. Дело в том, что прямо сейчас американский канал HBO заканчивает премьеру мини-сериала «Чернобыль», который в общих чертах пересказывает события главной советской техногенной катастрофы XX века. И помимо шведа Стеллана Скартгарта, который играет роль чиновника, отвечающего за ликвидацию последствий аварии, к проекту причастны еще как минимум два скандинава. Это виолончелистка Хильдер Гуднадотер, участница исландской группы Moom, она автор звуковой дорожки Чернобыля, и швед Юхан Ренг, который выступил режиссером всего сериала. Именно участие Ренга в этом большом проекте меня заинтересовало больше всего. Я начал гуглить и выяснил немало интересных подробностей о его творческом прошлом и настоящем. Например, интересно, что Ренг начинал как музыкант, и многим до сих пор известен под псевдонимом Стака Бу, где Стака — это сокращенно Стокгольм. Его самая известная песня называлась «Here we go». Если ваша юность пришлась на середину 90-х, как у меня, то наверняка вы помните этот фанковый хит. И прежде всего клип на него, который Ренг снял себе сам. Да так, что это было самое популярное видео на MTV Europe в 1994 году. После триумфа на телевидении его позвали снимать рекламу, а вскоре и музыкальные клипы, причем артистам первого эшелона от шведской певицы Робин до Робби Уильямса, Бейонс и даже Мадонны. Тем удивительнее было узнать, что Ренг, автор легендарного клипа шведского электронного дуэта «The Knife» «Past This Own». Все вы его помните, действие клипа происходит в деревенском клубе, где перед посетителями выступает то ли трансвестит, то ли переодетый в женщину-мужчина. Клип оказал просто мощнейшее влияние на музыкальное видео как жанр. Можно вспомнить минимум два популярных клипа с явными аллюзиями на «Past This Own». Это Трой Сиван, дуэти с Арианой Гранде, песня называется «Dance to This» и загадочная русская группа «Не твое дело» с песней «Я буду рядом». И вот потом Ренка позвали снимать уже сериалы, так он был режиссером отдельных эпизодов «Ходячих мертвецов», «Во все тяжкие», «Викингов». И я бы назвал вершиной его карьеры авторство последних прижизненных клипов Дэвида Боуи на песне «Лазарус» и «Блэк Стар». Но уверен, что и после Чернобыля у Ренка будет еще немало режиссерских работ, которые заставят говорить о нем как о большом мастере. И вот судьба этого шведа надоумила меня на первую серию подкаста, которую я хочу посвятить нескольким скандинавским режиссерам, которые начинали у себя на родине с такого уютненького арт-хауса, всяких душесчипательных драм и прочего так называемого фестивального кино. Но в последние годы им доверяют и голливудские, и международные проекты, чего ими можно только гордиться. Первый северянин в списке – это датчанин Томас Винтерберг. В недавнем прошлом соратник Ларса фон Триера, соавтор манифеста «Догма-95». Его замечательная гротескная драма «Торжество» 1998 года, собственно, стала первым фильмом, снятым согласно правилам «Догмы-95». Напомню вкратце. Триер и Винтерберг предлагали не использовать при съемках никаких декораций, никакой звуковой дорожки, эффектов, освещения, инсценировок убийства и стрельбы. Только натура, только ручная камера, в общем, полный хардкор. И фильм напоминает такую документальную съемку «Большого торжества», которая сцена за сценой вскрывает жуткую семейную тайну. И уже в этой своей, по сути, первой серьезной киноработе Винтерберг показывает, как его интересует остро-социальная проблематика. И чтобы погружаться в суть семейных или общественных драм, это его конек. Следующие его датские работы – это очень тяжелая драма «Субмарина», настоящая скандинавская чернуха, «Обратная сторона Хьюги», если угодно. Обязательно посмотрите этот фильм, несмотря на то, что это крайне душераздирающее и очень мрачное кино. Вы его обязательно запомните, а это, на мой взгляд, крайне важно для современного кино. Далее Винтерберг снял всем известную охоту с Матсом Миккельсоном в главной роли, где внешне благополучная коммуна обрушивается с травлей на ложнообвиненного в педофилии учителя, которого играет Миккельсон и, по сути, рушит его жизнь. Наконец, в последнем по времени фильме «Коммуна», снятом в Дании, Винтерберг обращается к семидесятым и разыгрывает драму внутри кружка немолодых диванных марксистов и слегка помятых хиппи, решивших жить под одной крышей, вооружившихся идеей свободной любви, равенства, братства и далее по тексту. Здесь он снова обращается к излюбленному методу, и вся эта в начале фильма, заряженная идеями, идеалами, коммуна, будет постепенно ветшать и рушиться. Если говорить об общем в датской фильмографии Винтерберга, то это, безусловно, мотив социального разложения, смерти так называемого социального тела. Режиссер раз за разом забрасывает в сюжеты яркий триггер, который, как блендер, размалывает все то нулевое благополучие, с которого фильм начинался, превращая его в какой-то сплошной месиво из хаоса, тревоги и отчаяния. Говоря о международных проектах Винтерберга, стоит упомянуть довольно неудачную фантастическую драму «Все о любви» с довольно звездным составом. Там снимался Хакин Феникс и Клэр Дейнс, та самая, сыгравшая главную роль в замечательном сериале «Родина». Еще Винтерберг снял гладкую, но скучноватую экранизацию романа английского классика Томаса Харди «Удали от обезумевшей толпы». И, наконец, фильм «Курск». Фильм о событиях 2000 года, связанных с подлодкой Курск. Сказать пока про это кино ничего не могу, потому что фильм выходит в российский прокат только в конце июня 2019 года. Следующий режиссер, о котором я хотел бы поговорить сегодня, это Иаким Триер. Норвежец, дальнеродственник Ларса фон Триера, снявший перед своей международной карьерой два очень хороших и, можно сказать, типично скандинавских фильма. Его полнометражный дебют – это фильм «Реприза» 2006 года «История двух лучших друзей» Филиппа и Эрика, писателей, которые мечтают прославиться. Сложная эта история как пазл с постоянными флэшбэками в детство, врезками, в которых герои мечтают. И жанрово она замаскирована под эдакую европейскую драму про городскую молодежь, которая творит, тусуется, влюбляется. Но Триера во всей этой суете, конечно, интересует болезненность и страдание Филиппа, который сталкивается с тяжелым творческим кризисом и, как следствие, нервным срывом после публикации первой книги. Он проходит реабилитацию, возвращается домой и под присмотром Эрика, напомню, это его лучший друг и тоже писатель, приходит в себя. Во втором своем норвежском фильме «Осло 31 августа», снятом в 2011 году, Триер более прямолинеен, на этот раз никаких пазлов и заигрывания с формой, простолинейный сюжет про один день бывшего наркомана Андерса, который тот проводит в Осло. Он встречается со старым другом, заваливает собеседование на работу, пытается дозвониться до бывшей девушки, увидеть сестру, попадает на день рождения, потом на рейв, встречает рассвет у бассейна с пьяной компанией, но весь этот долгий день его не покидает ощущение, что он изгой, который растерял все, что у него было, и сейчас пытается то ли забыться, то ли как-то приткнуться к этой старой одновременно новой жизни. Интересно, что в обеих картинах в главной роли снимается непрофессиональный на тот момент актер Андерс Илье, он по образованию врач, которые превосходно справляются с образами болезненных тихонь, которые переживают глубокий внутренний постапокалипсис. Еще заметил, что и Акима Триера очень сильно волнует тему суицида. Если в репризе он только намекает, но не показывает самоубийство в кадре, намекает, кстати, очень интересно, то через докадентские вставки из песен Joy Division, чей лидер Диан Кертис, напомню, повесился в возрасте 23 лет, то сценами, где главный герой едет с закрытыми глазами на велосипеде и ведет при этом обратный отсчет, то через судьбу второстепенного персонажа, пожилого писателя-самоубийца, кумира Филиппа. И это все только просто такие минорные пасхалки. А вот в «Осло» 31 августа Триер изображает уже довольно открыто и подробно аж две попытки самоубийства. Собственно, ими фильм начинается и заканчивается. После «Осло» Триер снял англоязычную драму «Громче, чем бомбы» с звездным актерским составом. Там снимается Джейси Айзенберг, Изабелли Перр. А два года назад атмосферный триллер «Тельма», про который мы еще обязательно поговорим в других выпусках подкаста. И, наконец, третий северянин, чьи локальные работы стали пропуском в мир большого кино, это Бальтазар Крамакур, главный исландский режиссер современности, который снял несколько очень знаковых для Исландии фильмов в нулевые. Прежде всего, это экранизация романа «Хадли Гримора Хельгасона. 101. Рикявик», которая замечательно передала интересное и уникальное завихрение исландского культурного кода. Это касается и утилитарного отношения героев к сексу, и матриархата в обществе, и идеи «живи как хочешь, только не мешая остальным», и такого хитрого переплетения связей на острове, где все либо друг друга знают, либо приходят друг к другу родственниками. И, наконец, фееричные сцены каминг-аута матери перед сыном, в которой мать признается, что она лесбиянка. В похожем комедийно-эксцентричном ключе снята и другая важная работа Крамакура «Свадьба белой ночью», в которой режиссер полностью реализовал не только карнавальный сценарий с исландским колоритом, но и весьма драматичную линию измены главных героя, и то, как ярко и реалистично прорисован образ его жены Анны. Это образ трагический, и в какой-то момент кажется, что абсолютно лишний посреди всей этой веселой суматохи, но ближе к финалу картина становится понятна, зачем она был введен. И перед нами, конечно, в финале представит трагическая история, завернутая в такую карнавальную обертку, нежели чистой воды комедия про свадьбу в исландской деревушке. И еще одна работа Крамакура, которую я хочу упомянуть, это фильм 2008 года «Рикявик Роттердам» с Крамакуром же в главной роли. Фильм снят по всем канонам неожиданного для Исландии жанра авантюрного боевика. Здесь простой, но с опорой на исландский реалий сюжет, правдоподобные злодеи, очень круто поставленные сцены погони, и, конечно же, яркий главный герой, идущий на преступления ради благополучия своей семьи. Обязательно посмотрите все три фильма, в них есть какая-то неуловимая, очень непосредственная исландская безуминка, как сейчас принято говорить, своя атмосфера. Интересно, что через несколько лет Голливуд пригласит Крамакура снять ремейк на «Рикявик Роттердам» с Марком Уолбергом в главной роли. Фильм называется «Контрабанда», но, если честно, он получился, на мой взгляд, очень причесанным и предсказуемым, в отличие от исландского оригинала. Если будет время, посмотрите его для сравнения, но на процентов 90, мне кажется, он не произведет на вас никакого впечатления. Вот такая получилась подборка. Я, конечно, не упомянул в ней еще нескольких талантливых режиссеров из Скандинавии, успевших закрепиться в Голливуде. Например, это Сюзанна Бир из Дании, снявшая оскароносную драму «Месть» в 2010 году, и очень сильный триллер с Николаем Костер-Валдао «Второй шанс». Еще можно вспомнить Микаэля Ховстрюма, всем известного как автора одной из лучших экранизаций Стивена Кинга, речь идет про фильм «1408», и он же снял боевик со Шварценеггером из Таллоне «План побега». Но он начинал Ховстрюм в родной Швеции с драмы «Зло», которая получила в 2004 году «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Спасибо вам за внимание, надеюсь, получилось не скучно и информативно. Это мой первый подкаст, если вам понравилась тематика, формат и, возможно, голос, обязательно подписывайтесь и следите за нашими новостями. До новых встреч! Продолжение следует...